Здравствуйте! Репортеры программы Республики и я, Ольга Алексеева, о главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня выпуски. На оба наши дома. В Маргаушском районе сегодня ночью выставят кордоны, а утром начнется изъятие свиней из личных хозяйств. Кому придет чумной доктор? Рекордная смертность не повод задуматься. Орбита вируса все меньше, беспечных граждан все больше. Ударить штрафом по разгильдяйству и как заставить людей выжить? Уличные художники разукрасят стены и заборы. Кто они, современные последователи Тома Сойера? И может ли искусство составить конкуренцию малярам из Деза? Режим чрезвычайной ситуации. В Маргаушском районе серьезная угроза личным подсобным хозяйствам. Чума может выкосить все по голове свиней. Заградительные кордоны, санитарная обработка автомобилей, въезд только по пропускам. Так, готовится дать отпор африканской чуме свиней. Она уже проникла на территорию республики. Вспышка заболевания была зафиксирована месяц назад соседним с Маргаушами в Граномарийском районе Мариел. Татьяна Молкова оценила масштаб угрозы. Куры, утки, коровы. В подсобном хозяйстве у Владислава Васильева свиней нет. Говорит, перестали держать еще пять лет назад. А у вас свиней есть в хозяйстве? Нет. Нету свиней? Нет. Не держите? Не держим. А вообще про африканскую свиньи? Чего вы слышали? Ну, слышал сегодня. Что слышали? Ну, что это типа как полезен, все по деревне сходят и это все. У кого есть, все это говорят, да? У нас нет. Можете проверять. Вы свиней держите? У нас нет. Раньше держали, сейчас уже давно, 3-4 года не держим. Утром в Маргаушском районе о возможном карантине еще никто не знал. Жители удивлялись. Объясняли, что свиней не держат. Оказалось, что чума пришла от соседей. 7 августа в этих лесах охотился один из жителей Чебоксар. Он подстрелил дикого кабана. По закону, любую дичь нужно сдать на проверку ветеринарную службу. 10 августа выяснилось, что кабан болеет африканской чумой свиней. В соседнем Мариелло ЧС бушует не первую неделю. От эпицентра села Красное Селище до этого леса по прямой километров 60. Для дикого кабана не расстояние. Когда вспышку зафиксировали у соседей в Ядренском районе Чуваши, ветеринары начали профилактику. Обходили каждое хозяйство и объясняли, чем опасна чума свиней и как реагировать, если обнаружат больных. Сегодня оперативное заседание правительственной комиссии в Чебоксарах и Маргаушах решали, что делать, кто виноват. Уже понятно. Вокруг эпизодического очага, это место, где обнаружены животные, пораженные возбудителем африканских шимов свиней, устанавливается зона, угрожаемая радиусом от 5 до 20 километров. Кроме контрольно-пропускных пунктов устанавливаются дезинфекционные барьеры. По условиям ограничения запрещается вывоз живых свиней и продукции свиноводства с территории эпизодического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. К двум часам по полудню принято решение. В санитарную 5-километровую зону попадают три сельских поселения, в личных пособных хозяйствах которых содержится около 57 голов свиней. По закону животных изымут для уничтожения. Сейчас определяют стоимость килограмма живого веса, исходя из которой выплатят компенсации. За попытки скрыть поголовье предусмотрено наказание, вплоть до уголовного. Мы служим вместе отработаем, в первую очередь касаемо, конечно же, сейчас по созданию мобильных бригад. И сейчас также информацию доведем по информации населения, то что ни в коем случае, чтобы не избавлялись от существующих же ученого поголовья. Надо конкретно выезжать, главпозадачить, выезжать, смотреть и постараться перекрыть максимально, не мешая производственным процессам. Надо нормально объяснить, полностью будет. Компенсацию они получат. Пройдет время, потом могут завести еще раз. Полевтина Ершовой два поросенка. Она, мягко говоря, в ужасе. Уже сейчас подсчитывает убытки. Маленькие, но не маленькие, например, 5-6 месяцев. Май, июнь, июль, август, сентябрь, 5-6 месяцев. Я говорю, на лащинь не разговаривала. А потом покупали. По 3000 свиней покупали. Растили для себя, кормили хорошо, продавать не собирались. Но издавать из-за карантина не хотят. В зиму семья женщины останется без мяса. В связи с тем, что на территории Маргарушского района Чебасской республики введен режим через социальные ситуации, есть связи со вспышкой африканской чумы свиней, ваше личное подсобное хозяйство, которое находится по адресу деревни Сетракасы, улица Седойкина, дом 25, находится в первой угрожаемой зоне. В Сетракасинском сельском поселении в 34 подсобных хозяйствах держат 55 свиней. Глава поселения Надежда Никитина не может подобрать слова, чтобы объяснить людям о необходимости принудительного изъятия скота. Многие здесь живут и выживают за счет свиноводства. Скотина по-другому. Это скотина. Это член семьи. Самая масштабная вспышка АЧС в России была в 2007 году. Тогда было зафиксировано 500 очагов. Ущерб сельскому хозяйству 30 миллиардов рублей. Уничтожено 600 тысяч животных. В Чувашии последняя вспышка август 16-го. В Парецком районе тогда тоже уничтожили все поголовье свиней. Заградительные кордоны стояли на автотрассах и проселочных дорогах. Сегодня вечером будут выставлены санитарные посты. В двух местах будут перекрыты республиканские дороги. Главное не потерять время, не дать чуме распространиться. Людям запретят ходить по грибы и ягоды. Пока в Маргаушском районе только один случай заболевания дикого кабана. Соберите всех охотников там. Пусть поиграют, половят, поохотятся. По-простому я же так сказал. Пока карантин вводится на 30 дней. Потом будет ясно, удалось ли справиться с миграцией диких животных и смогут ли жители Маргаушского района вновь разводить свиней. Татьяна Молокова, Павел Ракитин, Регина Кубайкина, Анастасия Братцева и Игорь Зверев. Республика Маргаушский район. Команда маски дана для всех. Только выполнять ее торопятся не все. Соблюдать антиковидный режим во всех общественных местах обязательно. Пандемия не то, что не отступила, наступает с новой силой. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное число погибших от инфекции. 808 человек по стране. В Чувашии от вируса скончались 8. Тем не менее, эти цифры пугают далеко не всех. Репортеры республики в составе мобильной группы отправились в рейд и задали прямой и, казалось бы, такой понятный вопрос. Почему вы не в маске? Так себе оправдание, когда дело касается уже не здоровья, жизни, своей и окружающих. Пассажиры, водители и кондуктора носить маски в общественном транспорте должен каждый. Указы главы республики и главного санитарного врача страны никто не отменял. Третья волна COVID-19 под закат лета 2021 года. В целях исполнения поручения в рамках оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции в Чувашской республике Минтрансом Чувашии совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками Роспотребнадзора, а также сотрудниками госавтоинспекции сегодня проводится очередной рейд по выявлению соблюдения масочного режима как водителями транспортных средств, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам в Чувашской республике, так и пассажирами. Водители маршруток и автобусов открывать двери мобильной группе не спешат. За пару минут почти все, кто был без масок, успевают их натянуть. Я каждый раз езжу и вот вижу, что молодежь, особенно с детьми, с маленькими, они ездят без маски, маску не носят с собой, даже в запасе у них нету, если вы спросите. Пожилые, да, в маске ходят все, ездят. Мы же ведь боимся, что за заразь, все так, что. Себя защищаем, все равно. Были и те, кто до последнего упирался и не хотел выполнять требования полицейских, ни маску надеть, ни выйти из транспорта для оформления протокола. Акт все же составили. В Чувашии стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Посчитают всех животных, кроме домашних любимцев. Кошки, собаки и попугаи не в счет. Растения, полезные многолетники, грубо говоря, яблони и груши. Почти полтысячи переписчиков должны обойти 234 тысячи дворов и спросить, кто в домике живет. Документы на живность можно не предъявлять. Микроперепись – это не контроль, это скорее подспорье. Разработка программ поддержки, исходя из площади посевных земель, теплиц, количество многолетних насаждений, а также поголовье сельскохозяйственных животных. Работа предстоит колоссальная. Шутка в деле – подсчитать сотни тысяч буренок, коз, кур, кустов крыжовника и малины. Для переписи мы сейчас используем планшетный компьютер. Вся учетная запись ведется здесь. У нас участники переписи – это сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и некоммерческие организации. Обычно сельхозперепись проводилась каждые 10 лет, но в этот раз через 5. Даже за такой небольшой промежуток времени в селе произошли изменения. По сравнению с прошлой переписью, наверное, конечно, есть изменения. Это уже деревня стареет. Содержать крупные рогатые скоты уже становится трудновато. Но есть хозяйство одно, конечно, очень много держит. В прошлом году у них, по-моему, больше 20 голов было вместе с коровами, с быками, с телками. И сейчас они нынче тоже содержат. Муж с женой работает, помогают, конечно, дети. А вот мы одиноки уже остаемся, и содержать-то это трудно нам. Вот уже постепенно, постепенно многие уже коров не держат. Для того, чтобы население не принимало переписчиков за злоумышленников, персонал обеспечен специальной экипировкой. Зеленые бейсболки и жилеты с символикой СХМП-2021. Всех подсчитать планируют уже к 30 августа. Татьяна Трофимова, Наталья Гордеева, Павел Ракитин, Республика. В Чубоксарах открылся штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Площадка создана для диалога и обмена мнениями, обсуждения путей и методов социально-экономического развития республики. Аналогичные штабы открылись по всей стране. Одна из задач штаба – сбор и анализ предложений жителей Чувашии в народную программу партии, которая будет утверждена уже в августе. Народная программа – документ, по которому партия будет работать предстоящие пять лет. Штаб создан как раз для обсуждения инициатив, которые сейчас поступают со всей страны. На текущий момент собрано около двух миллионов предложений. Чтобы голос Чувашии был услышан, в республике нужно собрать минимум 200 тысяч. Это может быть вопрос абсолютно любой. Он может касаться, например, индексации пенсии работающим пенсионерам. Он может касаться, например, проблем полигонов ТБО. Может быть, он касаться любой другой стороны экологии – образования, здравоохранения. Поэтому для нас это важно. И за каждым предложением идет рубль, которая закладывается. И это наш курс, к которому мы идем. Поэтому, конечно, опираясь на ресурс общественных организаций, общественных объединений, я уверена, что мы точнее увидим нашу цель и быстрее просто к ней придем. В штаб вошли общественники, представители бизнеса, руководители предприятий. Каждая из них представляет разные сферы жизни республики. Из предложений людей в народную программу общественники рассчитывают выработать план конкретных действий по улучшению жизни в республике. Обработав это, мы градируем решение вопросов в части муниципалитета, или сельского поселения, или на уровне республики. Если какие-то вопросы связаны в целом обустройство страны, то это мы уже будем передавать в наш головной офис партии. В первую очередь к работе штаба присоединились те, кто заинтересован участвовать в подготовке народной программы. На открытии были подписаны соглашения с лидерами общественных организаций. Будем делать так, как в телевизоре делать. Поднимаемся. Вот так вот, да? Жмем друг в другую ночь. И показываем. Обмениваемся. Обмениваемся. А, мы хлопаем. Да. Мы люди с разными специальностями. Я, например, как банкир, как тот человек, который работает с сельским хозяйством. Моя задача довести жителям села вообще, что сделано. Навстречу, услышать их предложения. И довести. Потому что нам, наверное, даже порой расскажут больше. Расположился штаб в центре города Чубаксары, в здании национальной библиотеки на первом этаже. Татьяна Трофимова, Анастасия Братцева, Павел Ракитин. Республика. Чувашское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Владимира Жириновского в списки кандидатов в депутаты Государственного совета Чувашской республики. Председатель Либерально-демократической партии России стоит в первом списке и является гарантом того, что каждый из кандидатов партии, который стоит за ним, прошел тщательный отбор. Либерально-демократическую партию страны Владимир Жириновский возглавляет с 1990 года. Он неоднократно выдвигался кандидатом на должность президента России. Владимир Вольфович считает, что для того, чтобы стоять во главе партии, цитирую, нужно иметь огромный интеллект, мужество, силу, смелость. Конец цитаты. Однопартийцы из Чувашии его уважают и считают безоговорочным лидером. Это гарантия того, что среди кандидатов нет ни одного судимого, нет ни одного зависимого от крупного бизнеса, нет ни одного перебежчика или ни одного бывшего чиновника. Только такие списки в регионах возглавляет Владимир Вольфович Жириновский. И Чувашская республика с таким честным, чистым списком вошла в этот перечень. Поэтому Владимир Вольфович Жириновский первый в нашем списке. И мы при такой его прямой поддержке идем на эти выборы. Ежегодно уровень не просто образования, а образованности у населения Чувашии повышается, заявляют специалисты. Это не только заслуга учителей и преподавателей, но и принципиально нового современного подхода к процессу обучения наукам. И тем не менее, система нуждается в постоянной модернизации и доработках. Уже завтра обсудят вопрос, как дать путевку в жизнь каждому ребенку. Педагогические конференции в конце августа – это традиционное мероприятие, которое проводится для наших педагогов, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Здесь подводятся итоги ушедшего учебного года. И самое главное – определяются стратегические ориентиры на новый учебный год. Целый год педагоги придумывали новые стратегии повышения качества образования в своем районе и готовы поделиться полученным опытом с коллегами. Сегодня всего лишь репетиция. Основные мероприятия – в пятницу, 13 августа. Все должно быть на высшем уровне. Все главные новости педагогической науки завтра в 14 часов в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия». Раздвоенный трактор, колоссий ржи, подсолнухи в скором времени должны появиться на одном из серых бетонных заборов в центре региональной столицы. Вольный художник, как он сам себя называет, Максим Касаткин из «Чувашии» прошел отборочный этап фестиваля уличного искусства «Формарт». Работа участника граффити на зданиях города – обязательное условие финала. С июня по октябрь в разных городах Приворского федерального округа художники разукрасят скучные городские пейзажи своими картинами. К слову, на создание одного уличного шедевра может уходить по несколько сотен килограммов краски. При этом малевать все, что не попадя, нельзя. Сначала проекты и эта общемировая практика от Токио до Нью-Йорка проходит тщательный отбор. Но статус и заслуги мастера холста, вернее бетон и стены и кисти, значения не имеет. Главная идея и ее воплощение. Взгляд в будущее – это именно возрождение, то, что было в Советском Союзе, когда все возделывалось. И сейчас вся территория просто настаивает и ничего не верится. Мне кажется, что именно это взгляд в будущее в нашей стране. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Занимайтесь тем, что любите. До свидания. 1 сентября в школу Чувашии пойдут более 145 тысяч учеников. Из них почти 17 тысяч – первоклассники. Главный вопрос, который сейчас стоит перед родителями – как быстро и недорого собрать ребенка в школу. В магазинах «Галамарт» с 11 по 31 августа действуют скидки на канцелярские товары. Акция проходит в торговом центре «Мегамол» по улице Калинина, 105А и в торговом центре «Волжский» на проспекте Максима Горького, 10. Мам, у меня такие вот ходят. Ну давай, берем. Ручки, тетради, линейки, дневники. В магазине «Галамарт» есть все необходимое для школы, техникума и вуза. Здесь цены привлекательные. Удобно, быстро, до дома. Наталья Анисимова вместе с дочкой приехала из Цивильского района, чтобы посетить именно этот магазин. Семья готовится пойти во второй класс. То, что необходимо для школы, все есть. Ручки, клей, альбом для рисования пластилины для начальной школы. Очень хорошо даже. Дальше пойдем, посмотрим. Тут есть пока все необходимое. Ручки шариковые и тетради можно купить за 1 рубль. Линейку – за 5. Дневники на любой цвет и вкус в «Галамарте» стоят 49 рублей. Классические или оригинальные, с блесками и с шнуровкой. Рюкзак в магазине можно приобрести всего за 699 рублей. Пришла в магазин за концтоварами, выбрала рюкзак. Без рюкзака в школу никак.